всем привет вы слышите алексея халецкого еще одно видео специально для спонсоров в этот раз ффа как видите очень сильное лобби тут и золото есть и железо и два камня 6 фа на шестерых норсгард сейчас попробуем выиграть за ворона и если вы заметили я в чатике пообещал не пытаться побеждать торговли торговой победы потому что это все-таки за ворона очень легко а в ффа еще и мало кто потом может нападать ну нафиг надо в принципе видели стримах иногда подобное в общем фашечка за ворона давайте попробуем выиграть здесь не рагнарёк то есть не так все тяжело будет почему я начинаю вот строительство дома лесоруба потому что этих трех зданий он дольше всего строится этим тоже все всем пожелаем удачи интересный набор фракции разнообразные только два оленя имеются они явно будут пытаться слабой побеждать есть и вепри есть и змеи это все разные разные стили игры совершенно для победы а так как за змею например же человек с рейтингом железо играет а думаю он понимает как за нее играть тоже будет интересно за лошадь тоже железо играет по моему от за серого оленя золото и это два камня так что у нас тут с территорией интересненько но у меня нет сутки наверное три берега будет это хорошо так тут колонизируем смотрим тут два волка сложность хотя не глянул мне кажется мне не самая высокая сложность уже лес добывать будем здесь еще и овечки мне подвезло идеальный старт за ворона это три берега овечки недалеко и еще желательно конечно кораблекрушение но принципе руины тоже достаточно кораблекрушение потому что там дерево много дают это для старта очень неплохая штука для развития а тут будет только наука и золото в принципе наукой золото тоже хороший вариант так давайте здесь строить военный лагерь овечек перенесем домой символки будут нападать его них отбиваться так тут у нас вот пока меня волнует наличие еды а есть еще дерево но далековато далековато я не смогу его быстро использовать тоже драугрен меж собственно похоже сейчас хорошо тут на этой территории то есть сколько их не волков надо убить да знаете что проблема с едой у нас будет нету еда вот эта какая-то хорошая местность гейзер тоже учебный лагерь совершен давайте пока еще добывать дерево но надо быстрее построить гавань первую до малой еды блин и тут еды нету то есть вот тут только рыба на будущее то есть вот эту область надо как можно быстрее видимо захватывать так центр карты кто-нибудь видит я не вижу центр карты ну за ворона тоже но вообще за любой клан желательно центр карты открыть чтобы получить 50 славы ну вот по-моему так надо бы пожалуй волков зачистить уже что вы не умеет у как видите одна территория с волками которые которых не стоит беспокоиться что не будут набегать ко мне по моему вот тут центр карты сюда территорию откроем и дальше попробуем так давайте уже займемся волчарами позорными так как у меня есть овечки то я могу некоторое время потратить на потратить овец потом убью овец заражу это будет еда у меня пойдем немножко этого медведя побьем но ты же он лечится будет со временем убить ему не могу опять же люди строят метателей топоров и занимаются микроконтролем наверно мне подобным стоит тоже заняться кучу ресурсов экономит действительно в данный блин видите меня вот это я увидел в эту валькирию и решил что это центр карты оказалось это не так давайте мы уже зарежем надо здесь сейчас оленей построить будет да где же тогда центр может тут где то сложно сказать конечно возвращать уже скаутов вокруг себя исследовать тут уже желтые там точно не будет центра ведь это уже конец карты да не угадал немного а вот тут уже черный кстати так значит тут змея у нас тут у нас олень причем это у нас железо это у нас золото меня в соседях в общем люди которые умеют играть надо железо тут добывать и берсерка покупать с этим медведем разбираться эту территорию захватывать быстрее во вот центр карты я думаю что кто-то раньше меня уже туда берется скорее всего так нам надо здесь склад ставить я сейчас открою вот эту территорию я раньше открою то можно возвращать уже скалу вообще раненым скаутом наверное это еще и следую не раненым блин сия лишних две территорий открыл надо все-таки метателей пожалуй построить будет на этой вот территории и и да ау я успел отлично отлично это очень хорошо странно что не кто-то из ближайших что он довольно далековато от меня центр карты получается тут мог кто-то и раньше и черный по идее ближе находится повезло так строим склад вынужден строить склад вначале потому что у меня довольно долго еще не будет какой-либо еды не повезло с едой прямо скажем только оленей рыбы и все у меня будет в течение всей игры проблемы с едой еще минус 7 но опять же 1 одна овечка еще есть можно и сразу зарезать в принципе так этого вернем на добычу тут эти у нас будет спор с черными надо быстрее вот эту территорию забирать да ладно погиб жаль он сейчас до исследуем видимо этим скаутом пойдем когда он тут возьмет деньги и науку с этими дра уграми будут проблемы ну ладно займемся этим микроконтролем с киданием топоров надо надо будет построить метателя топоров сначала эту территорию надо будет забирать потом вот эту так как это не рагнарёк то эльфы тут набегать не будут слава богу немножко будет расслабиться так деньги появились надо дом строить ну надо видимо здесь уже 2 2 лес не скоро мы опять же до этого доберемся мне важнее сначала эту территорию потом эту территорию возвращаемся о олень уже зачистил эту территорию блин берсерк надо сначала прежде чем вот это забирать мне нужно берсерка сделать я думаю что он открыл эту территорию тоже явно и она ему будет важна и мне будет мешать ее забрать мало еды мало еды вот это имеет еще территория важная за что-то рыба еще и камень тут тут это очень важная территория стратегически важная для меня счастье будет давать так сейчас надо еще одну лесопилку наверное или сначала уже добычу железа нет нет лесопилку смысле хижину лесоруба как у нас я послали впереди по науке 3 вот видите по эгрессилю лошадь и змея выше потому что они ближе к нему находится значит они уже я в двух территориях а они явно в одной территории эгрессиле сначала строим добычу леса потом строим добычу железа покупаем берсерка потом еще здесь строим метателей топоров берсерка метателя топором посмотрим как метатель против медведя будет работать а еще плюс кстати эту область забрать по моему да тут больше славы или не дадут я не уверен так ну пока еды мне накапливается достаточно тут я буквально пять железа добуду я не буду полностью вырабатывать этот ресурс хотя его тут 15 может и стоит выработать но вообще лучше это зимой сделать когда поселяне меньше еды добывают так сейчас метателей топоров 50 станет драугры пока не будут нападать еще как минус минимум одну зиму поэтому и надо сначала этим заняться там лучше камень выработать причем вот на этой территории сначала так метатели топоров сделали теперь ждем пять железа и отправляем вепрь алтарь канунгов построил это нормально этого одного сделаем метателя просто хочу посмотреть как он против медведя будет работать достаточно ли будет то есть хватит ли мы убегать от медведя по кругу или медведь быстрее чем эти ведь быстрее так надо тем не менее знаю видит ли черный это не видит сейчас побегаем и сразу здесь башню поставлю тут плюс два счастья это территории это очень важно блин там уже вепрь там и вышел 20 славы то есть это обычная территория послали так теперь давайте с драуграми развлекаться жалко раненый он будет на 20 процентов меньше приносить куда ты откуда он побежал почему он не встал в том месте где его остановил сейчас будет много кликанье то есть вот таким людям я считаю что это конечно минус механики что вот так можно делать остальные это игроки это делают стопу стопудово так 231 и да это мне указан змея постреливает там со своими разбирается причем пока вы тут находитесь это как бы логово драугров считается да пока вы тут находитесь больше не появится драугров а 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 есть один умер в принципе я наверно когда один останется я уже берсерком добью а то тяжело этот микроконтроль делать ну блин этот еще по кругу побежал так а что тут метель будет у меня достаточно куда ну нахрена ты желтым не мешаешь тут нихрин делать чуваку все убегаем надо лекарей сделать еще одну гавань это счастье дополнительное змея может вот тут пробегать ну нет ну иди в жопу ну чё ты бегаешь вообще какой хера желтый ко мне хочет пробраться сразу может тут займи займусь дра уграми и надо из-за желтого везде башни ставить иначе он своими ребятами может ко мне пробег блин а это метающие вот против метающих сожалению не работают ну потому что они тоже стрелять могут надо рыбу поставить добычу желтый начинается на деревом торговать не хватает денежков какой минус ну наверное все таки дерево хватит или отменить рыбу да не хватит начал торговать прекратил ну мне кажется сейчас у желтого будет замерзай к легкая блин у меня может еды кстати не хватить может зря я овцу не блин с едой конечно сейчас будут проблемы ну давай заканчивайся заканчивайся пока нету больных один больной пошел блин ну это небольшая жопа конечно давай конец уже четыре больных пять пять больных так я больных быстро в юниты и убивать драугров пока они не окончательно сдохли них них надо потерять просто нормально это нормальная ситуация я думаю вечно чем не повезло что меня эти больные были не мореходы как только еще больной этот парень так возвращаем сюда возвращаем сюда и добычу дерева ну блин желтый ну реально у тебя ни хер делать ну тварина тупорывая тебя за это не ненавижу змей змей просто вот такое говно что он делает тварь ну мне приходится на него тратить ресурсы я буду бегать за тобой тварь я не могу башню блин поставить пока он ну поставься давай убей мне берсерка убей гандон блин все и довольный побежал домой молодец больше соседи у него нету только я один тоже блин дуэль они фа на шестерых вот это я последнюю ставлю башню я как бы доволен своим положением он вроде не бежит больше надо возвращать надо еду получать вылечиться надо блин минус по идее такой серьезный надо апгрейдить мои здания на еду меня просто нету выбора но благодаря вот этой территории мне в принципе только один одну гавань надо будет рапнуть на будущее денег нету ни хрена давайте-ка мы этих лесорубов в мореходы определим у меня нету денег да ё-моё самое важные постройки главное здесь мы все добыли ребяся синий олень сдался интересно из-за чего так надо тут начинать камень будьте торговый пост ставь блин так денег мало но я кучу потратил на армию чтобы желтого отбиться блин у него еще видите территория на плюс 10 процентов к атаке у меня дорогу появится там где у меня башни что за хрень ну плохо у меня плохо благодаря благодаря желтому я заторможен в развитии мне такое ощущение что он прям только на меня и планирует нападать хреново я конечно буду от него отбиваться но это значит что остальные будут сидеть радостно развиваться вот это проблема клана змей что ты сидишь в общем то он не может победить он клан змей может победить только вынеся всех у него нету возможности победить славой для победы наукой у него недостаточно возможностей так надо апать сейчас я тоже построил добычу камни апать гавань иначе у меня в минус уйдет и пятым отправлять сюда давайте наверное добычу дерева еще организуем и мне надо уже улучшение инструмента встать надо перенести сюда одну добычу дерева я даже не исследую территорию гаванями потому что нету денег на это я надо накопить денег на тот случай если на меня решит нападать змея вот видите он строит уже одну ну пока одну я не знаю сколько у него будет их одна у него уже есть 8 четверо если что юнитов он может использовать разведку возьмем так и пока еда неплохо добывается так тут давайте уберем лесорубов еще одна гавань будет когда я добуду камень я думаю надо потихоньку больше подстраивать учебных лагерей единственная возможность отбиться от учебных лагерей а здесь давайте даже здесь вообще узницу поставим пока не планирую не так эти драугры появились это нормально так главное ранение не получить они далеко появились пока не добежали так берем завоевателя берем плюс 10 10 тут 20 плюс 20 процентов под змеи хоть как-то так вот он побежал это говно опять куда-то не говорите что ко мне ну вот там чё делать не хрен какого хера ну что он сейчас делает ну я знаю он пытается убить моих мирных жителей потому что змея накапливает силу юнитом чем больше мирных жителей убьет тем больше у него силы но именно мирных не военных как видите я ему не собираюсь этого давать делать тем более под под башнями ему это тяжело будет сделать давайте отремонтируем башню давайте купим берсерта чтобы он у нас был на будущее да я из-за измеи считайте потратил еще лишних 150 денег и 5 железа будем ремонтировать все башни за ним постоянно наблюдать надо так куда он делся ко мне он не бежит вроде давайте начнем уже берега исследовать можно кстати одного парня отправить как скаута вокруг желтого посмотреть что по победам по славе черный по науке но надеюсь красного кто не будет останавливать по науке сильнее еще становится сильнее нужно больше домов в принципе даже с этим соглашусь сколько тут еще камни читают что он делает ну не хрен делать или что что он делает у меня вот сейчас полное ощущение как будто я дуэль играю а не ффа у меня вот сейчас полное ощущение как будто я дуэль играю а не ффа все сюда бежит какой он какой он душный а дин на хрен по чувак это вот и этому парню надо какой-то этот играть шутер блин микроконтроль на тот любитель по микроконтролить он он не занимается развитием за эту катя шоу своим вот этим берсерком бегает и все так интересно наверное играть так как вот мне было интересно тут вот этим метателем топоров бегать я тебя понимаю что это бред полный очок у наверно очень интересно он один юнит и бегает в стратегии какая стратегия какое развитие у меня есть один юнит я им управляю так и тут эти она сейчас отступил чтобы заняться так ладно мы разберемся такой утомительный парень я просто не могу давайте тут еще добычу железа волчок побежал станут убежал бежит бежит опять надо не забыть остановить хочу убежал мяч он заставляет такой херней заниматься что я могу сделать и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Может забрать этих волков Так, ярлом стал Блин Ну ё-моё Ну, долбанный, жёлтый Я вот его ненавижу Я просто хочу всё волын и пойти его снести Потому что он тварь Я же имею право сносить людей, если они твари Что закон об этом говорит Ну, сейчас у меня ещё эту гавань И минус пять жителей считать На ровном месте Ну, с другой стороны, у меня плюс 13 И быстро восстанавливается Так, три из трёх Два из двух Три из трёх Вот здесь можно ещё Поставить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok так 10 дружина интересно сколько у него давайте от ним разведчика все еще атака кракен опять денег нету понимаете ты торговый пост строй блин я у него только один пост вижу что может пойти его снести нафиг потому что он утомил вот а зато 800 у серого ну блин все закончился кракен ну серого красный в соседях думаю что серый может быстро славы и победить вот то что мне тут я у него только один на лагере вижу 24 может быть только этих да надо идти сносить денег накопить только даже без улучшенного снаряжения мне кажется подвони вот эта хрень его это бегающая она очень быстрая мне надо все-таки улучшенное снаряжение мне чтобы улучшить воинов и чтобы них натиск был натиск они быстрее 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 быстро бегут что это территорию забрать пока так продолжим так продолжим нет ли мне лесорубов я думаю да и собственно ставить их втроем достаточно будет блин олень олень очень много еще и олень на меня планирует нападать я бы на его месте планировал на красного нападать я не понимаю что они все от меня хотят раз два три четыре пять шесть семь то есть мне уже 14 у меня только на 10 надо ставить еще хотя бы 12 видимо против него надо башню улучшать камень если что для победы славы смогут здесь потом добыть с желтым разберусь о все таки он а это красный ни хрена си это прикольно это прикольно так я могу на желтом сосредоточиться прикол это очень хорошо понимаю сейчас красный правда все потеряет походу тоже черные он все-таки блин ничего хорошего я думал красный что-то сделает он просто пришел и слил армию и сейчас сейчас у черного не будет соседа да может мне на черного напасть тогда да похоже надо не знаю а 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 и а а а просто ну серый тогда будет побеждать нету других вариантов ну шо за лаги меня было давать чтобы он красного вынес просто сколько их тут 12 мне негде его поставить это и и и и и и а ну блин шум с микроконтролем ну ну я же нажал убить юнит целый ну блин почему они на разных нападают ну так вот слив на ровном месте просто все это проигрыш партии идиотизм надо вместо чего-то поставить ну трындец вот у него прокачаны видите войны но смысл вот смысл мне было сидеть он бы все равно убил красного и победил славы в чем не сидеть тогда тут желтый мудила блин всю игру из засрал не шуму сейчас на серого напасть не нахер надо а ну проигрыш не успеешь когда если он зашел в эту область тоже в соседней ты не успеваешь построить башню я его не убью он успеет армии вернуться красный мудила блин просто посмотрим я его спас от гибели и он даже не попытался напасть на серого люди у людей понимание ффа вообще 0 а мне сидеть не нападать на серого так он убивает красного и потом побеждает славы просто а я не могу ничего сделать потому что у меня с другой стороны желтый мне прибегает постоянно если красный нападаясь вы скажете что серый когда нападал на красными надо было выносить желтого то опять же повторю тогда серый побеждает славой все у него уже тысячи с ним хорошо он там получил 50 славы несколько там 120 славы зам за вы нас меня но это в любом случае уже практически сейчас мы идет добивать красного чё красный сидел ждал а в это время желтый занимается ничем вообще то есть он сидел меня всю игру напрягал просто мешал мне развиваться и теперь радостно будет наблюдать как серый победит интересно правда кто вынес синего на повторе было бы интересно посмотреть ну здесь у меня я еще вот тут просто слил армию откровенно тут я стоял в защите пошел и слил армию у меня было 10 юнитов и уже не восполнялась я мог спокойно сидеть еще тут в защите больше бы сделал юнитов и нормально бы смог бы отбиться чего у него нету для защиты ну все как бы серому осталось только территорию захватить какую-то для победы сколько у него уже есть красный даже не зашел эту территорию не отбил по ходу так давайте смотреть раз два три 4 5 6 7 блин хреново считается конечно в метель раз два три 4 5 6 7 8 9 9 еще 5 территории надо красному захватить 1200 очков у него уже будет от соседей он испавился так у него походу заболели жители но на этом этапе игры это не так страшно уже апнутая лечил когда то есть это вообще не проблема уже 10 территорий он еще эту захватил ночью 4 территории и алтарь вот вот чем сейчас занимается желтый например то есть он в начале игры сидел микроконтроллер микроконтроллил свою эту тучу виху а сейчас что где вот где сейчас желтый чем он занимается кстати страна что я про маледикта забыл маледикт еще может славой побеждать видите потихоньку захватывать территории ну-ка раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать маледикта 11 территории у него очков славы мало то есть у серого считаете что уже есть 1200 ну да у него больные жители метель ему удалось тяжело красный считаете уже покойник не может ничем победить никак то есть тут только кто-то отъел территорию а вот желтый чем занялся видите вот вот это еще раздражающаяся фигня желтого у него его невозможно догнать вот сейчас вот микроконтроль ну короче желтый испоганил игру всем соседям сейчас маледикт победит славы похоже потому что он будет заниматься вот такой херни в ношении серого тем же чем занимался в отношении меня он поздно и под этим занялся скромному мнению и странно что он эти желтый держит вот здесь своего зачинщика ему надо бы вот тут держать это он будет счастье от сразу от двух игроков получать или здесь да вот против змей башня хорошо работает тогда не мешается абсолютно не успел две территории исследовать неважно считать 11 территории у фиолетов вот у него тут считаете 12 до и считаете 13 плюс может вынести но он может очки кстати получить убив убив кобальдов йотунов у нас нету на карте уже да а не йоту на еще еще йоту на фон может вот он идет кать йотунов убивать это 150 очков ну я на фиолетового ставлю больше шиву просто никто не трогать мед интересно только синего кто убил всякий мне кажется это фиолетовая желтый его донимал класс идет он не может определиться кого атаковать так 900 ну то есть территория уже но фиолетовый уже забирает две территории то есть тоже 13 получается 14 странно где у него а алтарь уже построен ну в общем то вот территория вся взята ему только по ходу очков славы не хватает а он часто будет камень и апнет все но зря он так поспешил с территории как мне кажется то сейчас как раз все на него получаться но сером убежать далеко хорош хорош фиолетовый все верно считаете тоже на его победу сыграл не дав серому хорошенько развиться не знаю наверное наверное возможно мне стоило нападать на желтого все таки вместо серого серый бы остался без соседей я бы остался без соседей и может когда мы чуть втроем вы на эту славу так перлину уже бессмысленно серому нападать в общем если у него есть еда на захвата выручать у него даже алтарь не построен еще получается амалитик сейчас будет просто апать здание он для этого и покупает добывает камень так это он сделал юнитов а он решил наверное добить кобальтов нет а вот и он еще славу хочет взять 50 славы будет все правильно больно кобальду и 6 6 кобальтов это больно полную территорию не уже достаточно 14 нет до захватывает это 50 славы ему где-то еще 80 остается похоже даже 60 50 57 землетрясение повредил ему алтарь сейчас добывает камень и об каждого здания там 20 тире 10 славы то есть он уже вот-вот пока там серый занимается красным а вот еще одна ся зачем ему еще одна территория как бы тоже но вообще захват территории еще дает славу до 20 ему осталось 31 одна слава если не дофига еды то почему бы и не захватить все давайте посмотрим кто выносил синего для начала потом посмотрим статистику развития теряет оба подвергается ну такое ощущение что он от мобов пострадал а не от кого-то когда кто-то на кого-то нападает вот написано вот алекс подвергается атаке агрессор гвинблейд а здесь просто подвергается атаке теряет области поражение просто синий чай создался считаете давайте посмотрим статистику но я тут по идее прям ломанул ну с развитием было в принципе все неплохо если мне желтый не мешал всю игру я бы намного круче мог бы тогда на серого напасть но опять же может быть ошибка была на серого я я же ожидал что там красный тоже будет участвовать если я ему помогу на красный просто ну и подрался этом в одном месте хреново но вот красный на сделал дружину напал на серого слил всю дружину я сделал дружину напал на серого тут отступил собрал дружину и вот тут я ее слил случайно выйдя куда не надо было выходить так ну по преданиям тут все нормально слава ну вот как быстро фиолетовый все добил не знаю мне кажется серому стоило когда он меня вынес ему стоило остановиться и не трогать красного дальше значит он так на него пер ну в любом случае вот такая игра получилась спасибо что смотрели спасибо спонсоры что поддерживаете играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока всем пока всем пока